Здравствуйте! Надеюсь, что меня хорошо слышно и вам будет хорошо слышно остальных спикеров. Вы знаете, нас предупредили здесь в церкви, что так как это большое помещение, здесь будет небольшое эхо, но, кроме прочего, они говорят, надеюсь, вы предупредите ваших спикеров говорить помедленнее. Я подумал, неужели они знают? Нет, просто они учитывали то, как распространяется здесь звук. Я надеюсь, что вам будет хорошо слышно, но, если что, у нас сегодня не такой формат, как обычно. Обычно у нас был формат таких дилетантских чтений, когда Екатерина Михайловна говорила около часа, а потом у нас были ответы на вопросы. Но сегодня у нас впервые, по крайней мере, в Берлине точно, мы устраиваем впервые такое. У нас не только Екатерина Шульман, которую мы обязательно поприветствуем. Ну и из Варшавы к нам приехал Армян Захарян, которого мы тоже обязательно поприветствуем. Я надеюсь, что все уже в зале, что все пришли к нам. И мы сегодня будем говорить о том, как добро побеждает зло, а может быть, иногда и не побеждает. И мы поговорим о том, что такое хэппи-энд, и зачем он вообще нужен. И вот начнем мы как раз с этого вопроса, как раз с Армян. Здравствуйте. Нужно привыкнуть к микрофону. Спасибо. Спасибо, Максим. Спасибо всем, кто пришел на эту встречу. Спасибо, Максим. Спасибо, Екатерина Михайловна. Вы знаете, я бы хотел начать сегодня с личной истории, которая, мне кажется, очень неплохо коррелирует с той темой, темой победы добра над злом, которую мы выбрали для этой встречи. Я вспоминал, как, когда я был маленький, мой любимый дедушка, Велен Горегинович, читал мне рассказы и сказки, конечно, тоже. Мне почему-то особенно запомнилась книжка «Приключения обороны Манхаузена». Она у нас была на русском языке и на армянском. И сам факт того, что дедушка иногда читал мне одни и те же истории по-русски, а потом читал их по-армянски, и того, что одни и те же истории, одни и те же тексты могут существовать в двух совершенно разных языках и звучать так по-разному, уже в этом было что-то сказочное. И, конечно, я верил в то, что Барон Манхаузен вытащил себя за волосы из болота, верил в то, что он летал на луну, и вообще верил в победу добра над злом, и в то, что жили они все долго и счастливо. И поэтому, когда мы начали обсуждать эту тему с Екатериной Михайловной, я вспомнил одну армянскую сказку из моего детства, с которой мне хотелось начать. В этой сказке, как водится, был царь, и у него было три сына. Но так как это был мудрый царь, то, когда он состарился, он решил пойти на мирный транзит власти. И он собрал своих троих сыновей и решил выбрать, кто из них наиболее достойный для того, чтобы возглавить царство. И он сказал, в моем царстве есть огромное пустое хранилище. Оно пустое, потому что я всю жизнь хотел наполнить его самой нужной вещью. Сказка, собственно, так и называется. Это сказка о Витико Исаакяна, «Аменапитан ибана» — «Самая нужная вещь» или «Самая полезная вещь». «Но я так и не нашел этой самой нужной вещи», — сказал царь. «И я даю вам три раза по сорок дней срока. Вы можете объехать любые города и страны, но в назначенный срок возвращайтесь и найдите самую нужную вещь». Сыновья разъехались, навидались диковинных обычаев, насмотрелись на разные страны, и в назначенный срок они вернулись. Они пришли к хранилищу, и там уже ждал их отец, ждали придворные, ждал весь народ. И отец спросил старшего сына, «Чем ты предлагаешь наполнить это хранилище?» И старший сын вынул из кармана горсть зерна и сказал, «Многое постранствовал и многое повидал, дорогой отец, но ничего не нашел я нужнее, чем хлеб. Хлебом хочу наполнить я это хранилище и все наше царство». Тогда отец позвал среднего сына и сказал, «А чем ты хочешь наполнить это хранилище?» И средний сын вынул из кармана горсть земли и сказал, «Многое постранствовал и многое повидал, дорогой отец, но ничего не нашел я нужнее, чем земля, ведь без земли и хлеб не родится». И тогда отец позвал третьего сына, младшего сына, и сказал, «А чем ты хочешь наполнить это хранилище?» И младший сын переступил порог хранилища и зажег маленькую свечку. И тогда царь спросил, потому что он подумал, что младший сын просто хочет рассмотреть это хранилище, потому что оно было огромное и очень пустое, и гулкое, такое же большое, наверное, как церковь, в которой мы с вами сегодня встретились. И младший сын тогда показал на свечу и сказал, «Я хочу наполнить это хранилище светом. Многое постранствовал и многое повидал, но ничего не нашел я нужнее, чем свет. Светом я хочу наполнить это хранилище, все наше царство и души наших людей». И мне хотелось начать с этой сказки сегодня сразу по трем причинам. Во-первых, потому что мне кажется, что победа добра над злой — это всегда победа света над тьмой. Во-вторых, потому что я, наверное, чувствую некое родство с этим героем, потому что я тоже младший сын в своей семье. А в-третьих, потому что я тоже знаю, насколько важен свет. Я помню в детстве, как часто мы с родителями сидели за столом при свечах. Тогда тоже шла война, и не было электричества, очень часто не было света. Воду домой носили в бедрах. И потом, это было в Ереване, потом, когда мы выехали из Армении, я помню, как родители радовались, что есть свет и что не нужно сидеть больше при свечах. А я, сколько мне пяти лет еще не было тогда, я не очень это понимал. Мне казалось, что при свечах красиво. И, наверное, я не до конца осознавал, что при свечах красиво, когда у тебя есть выбор. И это, собственно, то, что прежде всего отличает свет. Свет — это всегда возможность выбора. А тьма, тьма, она на самом деле ужасно однообразная. Ее главная функция — это поглощать и пожирать. А свет очень разнообразен. Свет приходит в виде гирлянд и в виде генераторов. Свет приходит в виде ламп и лампадок. А еще свет приходит в виде надежды. Вот той самой надежды из детской сказки, в которую ты веришь. И мне представляется, что, когда происходит такая ситуация, что вокруг сгущается тьма, этот свет из детской сказки, он не то что становится неуместен. Нет, он становится еще более важным и еще более нужным. Профессор Толкин, я думаю, мы часто будем сегодня его вспоминать, в эссе о волшебной сказке писал, что хэппи-энд, с его точки зрения, взрослым нужен ничуть не меньше, чем детям. И действительно, я заметил, что чем старше я становлюсь, тем больше оказывается рядом со мной людей, которые испытывают отчаяние, которым очень плохо, которым тяжело и которым очень нужен этот свет надежды. И, конечно, война, как квинтэссенция всего самого страшного, что может произойти с человеком, как такой генератор тьмы, она увеличивает число таких людей рядом с нами и между нами, как ничто другое. И так было во время 44-дневной войны, так стало после 24 февраля, когда российская армия принесла в Украину такое количество горя, разрушения и тьмы, что у нас больше в соседней стране, где я живу. Каждый день нужны были только волонтёров тысячи на вокзалах, в пунктах временного размещения, в больницах, просто чтобы встречать людей, которые бежали от этого ужаса. И когда масштаб катастрофы становится вот настолько страшным, когда тьма сгущается так сильно, то свет надежды, он очень нужен, потому что чем пуща тьма, тем больше должно быть света. И вот этот свет, который даёт счастливый конец и который вселяет в тебя надежду в самые тёмные времена, это, как мне кажется, первая очень важная функция счастливых концов, о которой я хотел поговорить. Есть и другие, но мне кажется, пора передать слово Максиму, да? Да, спасибо большое, Армен Арменыч. Мы, да, можем после каждого... После каждого фрагмента нашей беседы можно аплодировать, это не возбраняется. И теперь, Екатерина Михайловна, скажите, почему вы думаете, хэппи-энды нужны и важны? Мне можно говорить в этом трампе. Хорошо. Спасибо большое всем пришедшим. Спасибо Эхо, которое дало нам возможность в таком замечательном помещении говорить на такую тему. Спасибо Армену, который приехал для этого из Варшавы. Раз уж мне была дана такая замечательная подача в виде упоминания Толкина и его эссе о волшебных историях, то, пожалуй, с этого я и начну. В этой статье профессор довольно подробно разбирает сюжетные ходы, характерные для волшебных сказок, то есть для сказок о смерх естественном, для сказок, основным содержанием которых является обычно путешествие героя в некую волшебную страну. Вот он обращает внимание на это специфическое свойство их счастливых концов. Он говорит о том, что это особого рода радость, внезапный расцвет счастливого совпадения после многочисленных опасностей, который вызывает особую, ни с чем не сравнимую реакцию, она вызывает желание плакать. Это вот особые слезы, радости и благодарности из-за этого счастливого конца. И он говорит, что как бы ни был примитивен или там несколько глуповат, или элементарен, этот сказочный сюжет, все равно вот это свойство высокой радости остается. В качестве примера он, например, приводит финал той сказки, которая является шатландским аналогом русской сказки о финисте Ясном Соколе, когда невеста ищет своего пропавшего жениха, три ночи она проводит рядом с ним, он собирается жениться на другой распространенный такой финал, он же, так сказать, Амуром Сихея, он же в более трагическом варианте характерен для истории аргонавтов и Ясона Мидея. И вот она каждый раз этой ложной невесте дает какой-то подарок, один из трех волшебных предметов, которые достались ей по дороге, и пытается разбудить жениха своего опоенного сонным зельем, а он не просыпается. И вот она ему говорит, что вот я так тебя долго ждала, и столько я тебя искала, и столько я за тебя трудилась. В шатландской сказке такой рифмовый стифон. И неужели ты не проснешься и не посмотришь на меня? И вот на третий раз он просыпается и смотрит на меня. И вот это момент вот этого высокого хэппея. Тоже в качестве примера мы можем вспомнить сказку о царе Салтане. Вот мне кажется, тот человек не понимает по-русски, кто без душевного потрясения читает эти строки. Царь глядит и узнает. В нем взыграло ретивое. Что я вижу? Что такое? Ах, и дух в нем занялся. Царь с Салтане занялся. Вот это оно. Вот это эмоция. Толкин сравнивает ее с той эмоцией, которую верующим вызывает Евангелие. Евангельское чудо, воскрешение Христа. Вот это победа над смертью. Три дня скорби и, наконец, чудо, которого не ждали, но на которое надеялись. То есть он сравнивает эту эмоцию с религиозной эмоцией. В этом смысле, конечно, счастливый конец в сказках и вообще в историях не является успокоительным, не является формой эскапизма, а является напоминанием, как сказал Навуков по схожему поводу, по некой других планах бытия, где такого рода соотношения тьмы и света добра и зла являются нормой. Где, в общем, это нормально. В какой-то степени, скажем так, так должно быть везде. Это везде должно быть нормально. Об этом полезно напоминать. Взрослым напоминать об этом труднее. Цитируя Боржеса, мы настолько бедны отвагой и надеждой, что мы не имеем смелости верить в счастливые концы. А мы с вами дальше, может быть, немножко скажем о том, в каких ситуациях счастливый конец. То есть благополучное разрешение сюжетных коллизм не является художественно оправданным, об этом мы тоже скажем. Но вначале давайте вот об этом, так сказать, правильном плане бытия вспомним. Давайте теперь поговорим о функции трагического повествования, когда всё заканчивается не так хорошо. Может быть, такие произведения даже полезнее, особенно в такие времена, как сейчас? Безусловно, если вы мне адресуете этот вопрос, да? Мне кажется, что да. Вообще, когда мы начали это обсуждение, мне кажется, первое, что я про себя подумал, что я скорее специализируюсь на той литературе, которая заканчивается плохо. Не считая, наверное, Улиса, который заканчивается словом «да». Простите за спойлер, но, я думаю, многие в этой аудитории читали Улиса. Так вот, мне представляется, что несчастный конец, горький конец, конец, который назывался, наверное, который должен вызывать вот это чувство катарсиса из древнегреческой трагедии, истории Дипа, который ищет убийцу своего отца и который обнаруживает себя в убийце, а убийцу в себе. Вот это потрясение очищающее, безусловно. Есть такие истории, которые, в принципе, не могут быть рассказаны, не могут привести к хорошему концу. И, например, это история Дон Кихота, потому что не того Дон Кихота, который в детской книжке, а оригинального сервантовского Дон Кихота, потому что ведь вершиной творчества Сервантеса является именно второй том романа. И, наверное, самые горькие страницы этой книги — это вот последняя половина, последняя треть, когда с Дон Кихотом происходит то, что он перестаёт верить в вот эту свою всепобеждающую страшную фантазию. И он начинает терпеть поражения, но он ведь и раньше сталкивался с поражениями, и бог с ними, но теперь он осознаёт эти поражения как поражения. И там есть совершенно трагический эпизод. Наверное, именно из-за этого эпизода Достоевский говорил про Дон Кихота, что это та книга, которую достаточно, когда вы умрёте и окажетесь перед Господом, и он спросит, что вы поняли об этой жизни, достаточно будет показать Дон Кихота. Это именно вот эти страницы, когда Дон Кихот остаётся один, и он сидит в тёмной пустой комнате, и он уже не принимает эту комнату за замок, в котором его удерживает злой волшебник. Нет, он осознаёт себя в этой комнате как нищего, несчастного Идальго, и он замечает, что у него спустились петли на чулках, и он лежит на вот этой вот лежанке, и он думает о том, что он мечтает о нитке зелёного шёлка. А потом он ещё какое-то время лежит и думает о том, что он согласен на шёлк любого цвета, только чтобы поправить свои чулки и не ходить в прохудившихся чулках, потому что это же позор для странствующего рыцаря. И, конечно, в этот момент ты испытываешь очень сильные чувства сопереживания и то самое очищение, и Дон Кихот по определению не может закончиться хэппи-эндом, потому что ну как бы там мог выглядеть хэппи-энд? В своём последнем поединке Дон Кихот должен победить рыцаря Белой Луны и повести Дульсина и Табоску под венец, да? Но проблема как раз в том, что он не благородный рыцарь, а полоумный Идальго, а Дульсина и Табоска — это крестьянка, которая пахнет чесноком, и здесь не может случиться хэппи-энд. Но всё-таки, чтобы оставить какую-то надежду, несмотря на то, что в этой истории хэппи-энда не случилось, мне нравится, что вот вечные сюжеты, мы ведь говорим сегодня о вечных сюжетах, и Дон Кихот, безусловно, является одним из вечных сюжетов, вечные сюжеты могут трансформироваться. И мне очень нравится, что у одних и тех же сюжетов могут быть разные концовки, если по-разному их разрабатывать. И если Дон Кихот — это трагическое очищение, то очень здорово, что у нас есть Дон Кихот до Орсена Уэллса. Мне вообще иногда кажется, что Орсен Уэллс, великий американский режиссёр, он был послан нам для того, чтобы брать самые трагические произведения мирового искусства, процесс Кавкин или Дон Кихот, и перерабатывать так, чтобы сохранялась какая-то надежда. Так вот, Дон Кихот у Орсена Уэллса, в фильме, который он снимал по-сказочному «30 лет и 3 года», заканчивается по-другому. Если у Сервантеса Дон Кихот разочаровывается, потерпев поражение, он разочаровывается в себе, то у Орсена Уэллса Дон Кихот разочаровывается в окружающем мире. И он говорит Санчо, «Я нашёл новую точку для приложения наших усилий и для своих приключений. Санчо, мы отправляемся на Луну». То есть это единственное место, где Дон Кихот теперь может найти надежду, но всё-таки Орсен Уэллс без этого не мог закончить, и какая-то надежда там оставалась. Екатерина Михайловна, те, кто видели на вашем канале интервью, которое было записано для CDF на английском, мы там цитировали владельцу другого YouTube-канала, госпожу Гордееву, которая на вручении ей премии сказала, «Я не унижу себя надеждой». Вот как раз мы тут говорили о надежде, а может быть, действительно не стоит надеяться? Ну, вот это, видимо, как раз про тот первый из двух видов надежды, которые скорее ожидания. Ожидание того, что наши планы спутятся, ожидание того, что случится чего-нибудь такое, что нам было бы приятно. Это не та, так сказать, всеобъемлющая надежда вера, которая основана на понимании некоторого базового порядка вещей. А Набуков Владимир Владимирович в своих лекциях, о которых Хотин назвал эту книгу «Энциклопедии жестовости». Он писал о том, что в первой части юмор в основном действительно так, в средневековой такой манере происходит от жестовости, а во второй части действительно находится вот эта новая трагическая нота, которая принадлежит уже Ренессансу. И тоже Набуков в лекциях о русской литературе, как раз той лекции, которая посвящена Достоевскому, автору, которого он не любил, он говорит о том, что трагические сюжеты, трагические окончания сами по себе не вызывают в нас чувства протеста, если они художественно гармоничны. А вообще одно из основных его учений касательно литературы состояло в том, что ассоциировать себя с героем – это детский способ чтения. Он необходим для начала нашего читательского опыта. Вот мы, так сказать, поселяемся в героя и с ним переживаем то, что он переживает. Поэтому мы хотим, чтобы ему было хорошо, потому что мы хотим, чтобы нам было хорошо. Но взрослый способ чтения состоит в том, чтобы ассоциировать себя с автором, с создателем художественной вселенной. И тогда вам нужно не, так сказать, благополучие кого-то из персонажей, а вам нужна художественная гармония в соответствии с законами вот этой авторской вселенной. Пример, который он приводит, следующее. У нас вызывает восхищение и чувство высокого душевного подъема трагическое окончание трех величайших пьес Короля Люра, Гамлета и Отелла. Не потому что нам нравится убийство, не потому что мы радуемся, что Корделию повесили, а потому что мы понимаем, что это так должно быть. С Королем Лиром это очень хороший пример, потому что вплоть до такого довольно позднего XIX века в Англии не ставили Короля Лира в ческировской версии. Считалось, что зрители не могут такого перенести. Значит, там был такой автор, ныне позабытый, драматург, который написал переделку, в которой Корделия выходила замуж за Эдмунда. В общем, наказывали плохих. Я не помню, честно говоря, куда они девали ее мужа, французского короля, или как-то его там тоже, значит, удаляли из сюжета на более раннем этапе. Но вот этой свадьбой все заканчивалось, то есть все было хорошо. И Лира, так сказать, престарелый, поднимал губок за здравие молодых. Если вы представите себе сейчас вот такую пьесу, представите себе, что вы смотрите ее на сцене, то вы, наверное, почувствуете себя оскорбленными, потому что это будет убожество. Все развитие сюжета, весь весь ход действия, совершенно который у нас не к тому. И высокая трагедия Короля Лира будет не иступлена, а наоборот унижена вот таким вот финалом, потому что все закончится должно не тем. Значит, там в конце, как это бывает часто у позднего трагического Шекспира, кто-то из довольно второстепенных героев стоит в ужасе над и горой трупов и говорит, вот-вот тут у нас такое, значит, случилось. Этим заканчивается Гавлет, этим заканчивается Отелло, этим, собственно говоря, заканчивается и Король Лир. Поэтому, скажем так, трагические финалы, это неплохие в детском и понтельном смысле этого слова. Они тоже, так сказать, на свой манер хорошие, поскольку они вызывают катарсис, очищение. Мне кажется, я скажу, скажем так, мысль свою собственную, мне кажется, что действительно плохие в оценочном смысле финалы это не те, где гибнет герой, а те, в которых торжествует зло. У Шекспира ведь этого не происходит. Вот если мы представим себе такое завершение, то это, наверное, будет нехорошо. Но тут даже трудно вспомнить, на самом деле, какого-то автора изначенных авторов, кто вот чем-то таким занимался. Но тот же Налуков, пока был, так сказать, молодой и легкомысленный, в произведениях типа Камера Упстро позволял, так сказать, плохой героине пристрелить хорошего героя, но и там ряд навеков в самом финале, вроде вывернутой перчатки, которую Магда забывает на месте преступления, говорит о том, что, в общем, их найдут. Но, тем не менее, Аристотель в своей поэтике писал, что для зрителя невыносимо было бы зрелище невинного страдания, что герой греческой трагедии, который страдает, он как бы там не совсем не виноват, как тот же Идик, он, конечно, жертва судьбы, но он всё-таки папу-то убил, а на импетит и женился. В ответ на это, конечно, всё христианское искусство говорит, что наше главное произведение, главная пьеса христианского мира, Евангелие, оно, собственно, есть зрелище невинного страдания, и, как объясняется, зритель может это пережить, и даже может, что называется, испытать чувство душевного подъёма в связи с этим, но Евангелие это история о невинном страдании, которая заканчивается всё же триумфом, заканчивается воскрешением. Когда вы говорили финал, я вспоминал эту цитату, это финал, это очень удачный финал. Это очень хороший финал, действительно. Давайте тогда поговорим о том, как мы к этому финалу идём, через какие препятствия переступаем, через какие испытания проходим. Какие кажутся вам самыми страшными? Это мы подбираемся к запретному лесу, где ждёт множество испытаний. Смотрите, естественно, на своём пути герой встречает массу страшных, тяжёлых испытаний, но если говорить о том испытании на пути к финалу, которое мне представляется самым, наверное, самым тяжёлым, самым страшным, это запрет сна. Это распространённый сказочный мотив, наверняка вы вспомните, во многих сказках это есть, когда, например, герой приходит в избушку Бабы Яги, и он должен всю ночь не спать, а если он заснёт, то он погибнет. И этот сюжет, обратите внимание, всегда связан со смертью, или герои заходят в тёмный лес, и их начинает одолевать сон, и если они поддадутся и заснут, то они погибнут. И сон воспринимался всегда как такая демо-версия смерти, лайт-версия, и поэтому не представляется, что это очень тяжёлое испытание, потому что вот Проб, мы упомянули уже его фамилию сегодня, или до сих пор? Я уже разумеваю. Проб как раз писал о том, что настоящий герой, подлинный герой, он всегда проходит испытания сном. Однако я обратил внимание, что если это характерно для сказок, то как раз для литературы, скажем так, человеческой, слишком человеческой, характерно как раз обратное. Герой никогда не преодолевает испытания сном. И здесь множество примеров можно привести, но мне сразу вспомнился эпоса Гильгамеша. И там есть такой эпизод, когда Гильгамеш, это шумеракадский эпос, великий, великий герой, правитель Рука, победитель самого Кумбабы, владельца Вечных Кедров. Когда с ним случается трагедия, и он теряет своего лучшего друга, своего самого любимого человека, Энкиду. И в этот момент он вот от этой близости смерти, от страха смерти, он понимает, что ему срочно нужно без смерти. И он отправляется через пустыню, через земли людей, скорпионов, через подземелье, плывет по водам смерти и приплывает к Утнапиште. Утнапиште — это, упрощённо говоря, такой шумеракадский Ной. Единственный человек, который пережил Великий потоп, шумеракадскую его версию, и которому боги после этого даровали бессмертие. И вот Гильгамеш добирается до этого бессмертного человека, и он просит у него рецепт бессмертия. А глядя на Утнапиште, он даже не просит, а требует бессмертия, потому что Утнапиште, в общем-то, такой же, как он. И Гильгамеш говорит, гляжу на тебя, и вот напишите, такой, как и я ты. Не страшно мне с тобою сразиться, отдыхая, и ты на спину ложишься. В общем, почему бы двум благородным донам не быть бессмертными, говорит Гильгамеш, я тоже хочу. И тогда вот напишите, говорит, ну, славно, давай ты присядешь вот здесь, у реки, и чуть-чуть не поспишь. Мы подвергнем тебя испытанию сном. Тебе нужно не спать шесть дней и семь ночей. И после этого поговорим о бессмертии. И Гильгамеш садится у реки, естественно, с дороги, уставший, он мгновенно засыпает, и он спит те самые шесть дней, семь ночей. После этого вот напишите, его будет. И Гильгамеш, наверное, с каждым такое случалось, когда ты засыпаешь, и тебе кажется, что ты буквально на секунду отключился, а на самом деле проспал несколько часов. И Гильгамеш говорит, ой, я только что заснул, на самом деле я не спал. А вот напишите, он догадывался, что с Гильгамешем так и будет, поэтому он попросил свою жену каждый день, когда Гильгамеш спит, печь хлеб. И вот напишите, показывает, что вокруг Гильгамеша лежит семь хлебов. Первый совсем развалился, на втором трещина, третий заплесневел, у четвертого побелела корка и так далее. И глядя вот на эти семь хлебов, на эти хлебные часы, Гильгамеш понимает, что он никогда не достигнет бессмертия, потому что он не в силах побороть даже сон. И почему именно сегодня, мне кажется, это испытание самым важным и самым тяжелым? Потому что мне представляется, что все мы сегодня проходим испытания сном. Все мы сегодня сталкиваемся с соблазном заснуть и отключиться от той страшной реальности, с которой приходится сталкиваться, когда ты бодрствуешь. И опыт великих героев не только Гильгамеша, Одиссея, который много раз проваливает испытания сном, Дон Кихота, который тоже проваливает испытания сном, он показывает, что не спать вообще невозможно. К сожалению, человеку иногда нужно засыпать, и мы не можем всегда с этим справляться. Но так или иначе, мне кажется, что наша обязанность ежедневно пытаться стряхивать с себя этот сон, чтобы не обнаружить вот эти вот семь хлебов вокруг себя, эти хлебные печальные часы, и бороться с этим сном каждый день. Екатерина Михайловна, как у нас... как это вспоминается надпись Микеланджело на его собственной статую «Ночь», которая у нас была переведена прекрасно Фёдором Ивановичем Тючевым. «Молчи, прошу, не смей меня будить, о, в этот век преступный, постыдный, не жить, не чувствовать удел завидный, отрадно спать, отраднее камнем быть». Да, герой действительно не должен спать, он засыпает не кстати. Вот эта сказка, которую я цитировала в самом начале, которую я назвала шотландским аналогом «Финиста ясного сокола», она называется «Чёрный бакноровейский», вот там как раз тоже герой спит. В русских сказках это называется «Богатырским сном», там обычно царевна будит этого богатыря, и когда вот она плачет, вот тогда слеза её горючей на него падает, тут он наконец-то и просыпается. Давайте немножко, что называется, теоретическую основу вспомним, мы уже потревожили дух пропа Владимира Яковлевича, есть ещё Джозеф Кэмбелл, американский автор, заимствовавший как раз Джойса, вашего любимого, понятия «мономифа», то есть некого прото-сюжета, который повторяется и в религиозных учениях, и в сказках, и в художественных произведениях. Так вот, оба они пропа Кэмбелл, проп раньше, Кэмбелл позже, и, как мне кажется, Кэмбелл с привлечением большего количества ненужных источников типа каких-то феридийских снов, которые в то время было принято рассказывать своим терапевтам, но оба они работали над морфологией сюжетности, то есть над элементами, составляющими сюжет, их последовательностью, их, скажем так, сокращённым и полным вариантом. Вот, собственно, главное открытие пропа состоит, как мне кажется, в том, что элементов сюжета, может быть, сколько угодно, может быть, меньше, может быть, больше, но их последовательность подчиняется определённой логике. Кэмбелл изобразил это в виде схемы, путь героя. Собственно, вот эта книга, его наиболее известная, называется «Тичеликий герой», и там такая круговая схема. Значит, о чём там идёт речь? С чего дело начинается? Сюжет всегда начинается с жизни героя в обыкновенных, для того конгунити, в котором рассказывается история, обыкновенных условиях. Из этих обыкновенных условий из деревни, из дворца, из дома своего детства герой вызывается в путь, в, так сказать, наружный мир тем, что у пропа называется недостаток или утрата. То есть, либо обнаруживается, что чего-то не хватает, как вот в армянской сказке, которую, наверное, процитировал, или царю не хватает молодости, или дворцу не хватает молодильных яблок и жар птицы, или чего-то украли. Змей украл сестёр царевин, кто-то повадился, пшеницу мять, в общем, есть какой-то недостаток. А далее герой идёт за этим, добывать это сокровище, то, которое украдено, или то, которое надо добыть, которого не хватает. Оригинальность сюжета «Властелин колец» собственно стоит в том, что там нужно утратить сокровище, наоборот, нужно его куда-то деть, выкинуть. Это, кстати, напрямую постулируется в «Властелин колец», что все во всех сказках говорят там о персонажах «Хоббит», и герой идёт за сокровищем. Ну, собственно, Бильбо, да, образец для своего племянника ходил за сокровищем, а у нас, наоборот, от сокровища надо избавиться. Герой идёт через лес. Вот тема волшебного леса, загробного царства. Он может, в зависимости от того, в каких географических условиях опять же рассказывается сказка, что он может лезть на гору или спускаться в подземелье, но в нашем, скажем так, евразийском континууме обычно он всё-таки идёт в лес. В лесу он сталкивается с двумя типами существ. Он сталкивается с хранителями рубежа, с условной бабой-егой, с теми, кто стерегут вход в загробный мир. Лес – это и сам загробный мир, и его предверье. Это первый тип существ. И второй тип существ – это дарители, советники, волшебные помощники. Часто это одно и то же лицо. Баба-яга – такой двусмысленный персонаж, универсальный персонаж европейского фольклора. Она людоедка, она же и, так сказать, практически мать родная. Если с ней правильно поговорить, если ей сказать нужные слова, то она тебя не только не съест, но и даст тебе богатырского коня. Но, в принципе, она же – это обитательница пряничного домика, который откармливает детей, чтобы их есть. Вообще, надо сказать, что, видимо, наш, так сказать, общеевропейский главный страх – это канибализм. В лесу жук людоедок. Этого принято опасаться. Видимо, в наших сообществах это одно из наиболее ранних табу, поэтому как-то об этом всё время говорится. Итак, если ты знаешь, как обращаться с хранителями рубежа, они подскажут тебе дорогу, они дадут тебе меч-кладенец, богатырского коня, что-то, что тебе поможет, и дальше ты переходишь к следующему этапу своего путешествия, к тому этапу, в котором, собственно, испытания. Ну, вообще-то, испытания уже начались, но тут ты подходишь к главному испытанию, к выполнению волшебных заданий. Кощей поручает герою выстроить за ночь дворец, заселить поле, а, соответственно, царь-колдун в путешествии органавтов поручает ему тоже очень похожие. Вещи эти задания принципиально невыполнимы для сил человеческих, но на самом деле, как пишет Кроп, целью проверки является узнать, есть ли у героя волшебный помощник. Если есть волшебный помощник, то он справится. Иногда этот волшебный помощник это дочка-колдуна, Медея, Василиса Премудрая. Иногда это конё-горбунок. Иногда, а чаще это тоже тот же самый персонаж, это тот тип волшебного помощника, который называется «Благодарный мертвец». У Андерсона есть такая сказка, она так напрямую называется. Герой, отправляясь в путешествие, в начале своего путешествия хоронит какой-нибудь бесприютный труп или платит долги за кого-то, чтобы его похоронили, и дальше у него встречается какой-то замечательный путник, который начинает ему помогать делом и советом. Серый волк это такой помощник. В принципе, Проб считает, поскольку основа теории Проба относительно сказок состоит в том, что это следы инициационных ритуалов, и что таким образом новому поколению старшие рассказывали племенную мудрость. Так вот, он считает, что все эти волки, горбунки и прочее это духи бренков. То есть это ваши покойные родственники, которые пришли вам помогать. Итак, при помощи волшебных помощников герой выполняет задание, проходит инициацию и возвращается обратно с некими дарами. На этапе возвращения его тоже подстерегает опасность. Вот, собственно, испытание сном, о котором сейчас говорилось, оно довольно часто происходит именно тогда. И испытание может иметь еще такой характер. Скажем, герой возвращается с инвестой, да, со своей Василисой Премудрой. Перед тем, как привести ее к своим родителям, по какой-то причине, это не очень внятно в сказках объясняется, происходит задержка. Он ей говорит, подожди здесь, я вернусь за тобой, там, с калетой шатюрню лошадей. Или что-нибудь еще в этом роде. Она говорит, дойди, но... И дальше она налагает на него запрет. Не целуй никого, или там, не целуй матери, не слушай то, что мать скажет, иначе ты меня забудешь. Он, естественно, нарушает запрет, он ее забывает. Наступает вторая часть. Вот, собственно, в истории нашей с Кащеем и с Василисой Премудрой это наиболее видно. В истории финиста Ясного Сокола это тоже видно. У героя появляется ложная невеста, он забывает каким-то образом свою, так сказать, истинную невесту и начинает жениться на каком-то другом. Истинная невеста пробирается к нему, попадает на кухню, нанимается служанкой, или она стирает ему рубашку. Вот так тут она выполняет задание, которое никто другой не может выполнить. Или она выкупает три ночи, как вот, собственно говоря, в той сказке, которую мы уже упоминали. И, наконец, на третью ночь или на третий раз герой вдруг бьет себя пол, говорит, господи, боже мой, у меня же уже, я уже женился на кухню. Извините, пожалуйста, запамятного. Судьба ложной невесты тут часто бывает, что называется, разной, в зависимости от силы воображения того народа, в котором эта сказка рассказывается, но тем не менее. Герои или героини могут возвращаться неузнанными в жалком виде, в виде, так сказать, какого-то чудовища, какого-то почти зверька, ослиной шкуры, примерно, да, или немецкая сказка «У братьев Гримм», которая называется буквально «Тысяча шкур». Там героиня наряжается в наряд из шкур тысячи животных. Герой возвращается либо лысым, либо на руки ему нельзя стричься. Довольно часто что-то происходит с волосами. Вообще, манипуляции с волосами – знак инициационных мероприятий. Поэтому разного рода, так сказать, беззаконные пространства по фуку, пространства надзора и власти, они все время норовятся вашей головой что-то сделать. Постричь, побрить, запретить, красить волосы, наоборот, там как-то их покрасить особым образом. Вот если вы попадаете в такое место, где кто-то лезет вот туда, знайте, что это паноптикон, это нехорошее пространство. Оттуда надо выйти. Возможно, это инициационное пространство, возможно, это надо пережить, чтобы, так сказать, перейти на следующую стадию в иерархии вашего племени, но, может быть, лучше ноги уносить действительно оттуда. И вот этот неузнанный, жалкий, часто там грязный какой-то герой, которому нельзя, как я сказала, стричься, там мыться, умываться, смелкой целоваться, как в известной военной песне, вот он приходит такой весь убогий. И дальше его должны узнать, как Одиссей узнает служанка, или как принц узнает ослиную шкуру по ее прекрасной белой руке с кольцом, которая вылезает из-под этой вонючей грязной шкуры. И вот наступает этот самый миг высокого хэппи-энта. И последнее, в чем, собственно, смысл возвращения героя, он возвращается в свое сообщество с некими дарами. Он приносит что-то. В наиболее архаичных вариантах он приносит огонь, он приносит зерно, он приносит, это вот то, что называется культурный герой, приносит какой-то навык. Он научил людей выращивать кукурузу, он научил людей строить дома. А в вариантах более культурных герой приносит вообще мир и благополучие. И зажили они долго и счастливо. И в царстве установился, значит, наконец, порядок. Вот этот вот недостаток, недосдача исправленный и, так сказать, правильный порядок правления восстановлен и теперь, собственно говоря, уже и продолжается. То есть герой возвращается с подарком, обращу на это внимание, все-таки, как политолог, не частного, но общественного характера. Он возвращается с общественным благом. И действительно, соглашусь с предыдущим оратором, мудр тот царь, который понимает, в какой момент надо отправлять трех сыновей куда-нибудь. Потому что иначе, как пишет Кэмпбелл, бывший герой становится тираном. У него очень интересный пассаж в его в целом довольно вязкой книжке. Я не знаю, царь Крита тоже был героем когда-то. вот ему послал Посейдон волшебного быка, но он вместо того, чтобы там принести его в жертву, он его себе присвоил. Да, он жертву не принес. В результате, там, с женой его происходят странные вещи, у них рождается Минотавр, он заставляет Дедала строить себе лабиринт, и он требует жертв теперь от Афин, вот изхода семерых юн, шесть семерых девушек, то есть он становится тираном. Когда герой становится тираном, пишет Кэмпбелл, замедляется или останавливается процесс регенерации, процесс вот этого бесконечного воспроизводства новой жизни. И в этом положении все становится ловушкой, все становится ложью. Победа становится ловушкой, поражение ловушкой, развитие, и, так сказать, остановка развития, попытка задержать время и попытка все поменять. Ничего не получится. Необходимо обновление через вот этот вот новый цикл, в котором новый герой пойдет в пасть в чудовище, в чрево кита, как и улона, переродится, потеряет волосы, будет ни спать, ни есть некоторое время и придет новым с новой невестой и с новыми подарками, необходимыми для этого социума. Армен Арменович, вот Екатерина Михайловна начала нам про Пруха, про Кэмпбелла, про систематизацию. А что нам в общем-то эта систематизация дает вообще? Нужна ли она нам? Что она нам помогает понять, если помогает вообще? Помогает, конечно. Если, я не знаю, согласится ли Екатерина Михайловна с моей оценкой, но мне кажется, что Толкин как раз в эссе о волшебной сказке, которую мы здесь упоминали, косвенным образом этот, назовем его, прото-структуралистский подход критиковал, приводя такое сравнение, если ты узнаешь, скажем так, кости, из которых сварен суп, ничего не говорят тебе о том, собственно, что за суп перед тобой. Сразу видно, человека, который не готовил никогда. Да. Вполне возможно это справедливо по отношению к нашему дорогому профессору. И, конечно, вот эта критика структуралистского подхода в некотором роде я могу ее понять, потому что даже вот сказка о царе Салтане, например, которую тоже мы упоминали, что, как мне кажется, в ней самое-самое замечательное. Все, что ускользает от вот этой схемы. Потому что там есть масса элементов, которые на схему замечательно накладываются. Там есть путешествие в бочке по воде. Об этом, кажется, в исторических корнях волшебной сказки очень интересно пишет Проб. Это вообще характерно для детства героя. Его выкидывают в реку, вообще выкидывают, его выращивает волчица, или его находит пастух, или его находит рыбак. Да, он такой вот как бы ничейный ребенок. Там есть превращение в зверей и насекомых. То есть многие элементы вот этой структуры волшебной сказки. Вместе с тем, как мне представляется, самое замечательное, это, во-первых, мелодика пушкинского стиха «И царицу и приплод тайно бросить в бездну вот». «Откачиха с поварихой, свати и бабой-бабарихой обобрать его велят, да пьяна гонца паят». Это музыка, которая ускользает от схемы и от структуры. А вторая история – это авторский юмор, например, и авторская интерпретация, собственно, авторская разработка того или иного сюжета. Скажем, помните ли вы эти купцы, которые плавают всё время между царством царя Салтана и островом Гведона? Чем они торгуют? Они торгуют сначала всеми категориями престижных товаров. Торговали соболями, потом торговали конями, чернобурами, лесами, да? Да, потом торговали конями, все донскими жеребцами, а потом они торгуют золотом. А когда они приплывают в четвёртый раз, совершенно прекрасная ремарка. Торговали мы не даром неуказанным товаром. То есть такие сказочные контрабандисты. К тому моменту уже ввели параллельный импорт, да, пока они плавляли. И, безусловно, вот эти вещи, они ускользают от структуралистского подхода, от систематизации. Но, во-первых, и проб, собственно, заканчивает исторические корни волшебной сказки выводом, который, насколько я помню, можно свести коротко к тому, что это всё, конечно, очень важно и тоже нелегко, то, что мы делаем, систематизируя, собирая сюжеты. Но изучение, разработки каждого отдельного сюжета — это тоже задача для исследователей, и эта задача гораздо более богатая и сложная. Её тоже нужно выполнять. То есть одно не исключает другое. Скажем так, два эти подхода могут друг друга дополнять. А во-вторых, мне кажется, этот подход сам по себе важным, потому что... Ну вот я вспомнил то, как философ Мираб Мамардашвили объяснял, что его привело в философию. Он говорил, что он стал философом из-за ситуации антологической слепоты. Простите. А ситуацию антологической слепоты он называл очень простую вещь. Когда перед человеком лежит два и два, и человек или даже целый народ, говорил Мамардашвили, не в состоянии, глядя на два и два, сказать четыре. Потому что не хватает логоса. А логос Мамардашвили определял как то, что заставляет меня, глядя на два и два, сказать четыре. Вот, собственно, морфологию волшебной сказки потому читать следует, что она ум в порядок приводит. Она тренирует в нас то, что, глядя на два и два, позволяет сказать четыре. Так не представляется. Ну, опять же, мне кажется, это какой-то очень детский подход, что необходимо сохранять, понимаете ли, ареал тайный. И если мы узнаем, как сделано художественное определение, то пропадет какое-то его волшебное очарование. В детстве может быть, но взрослым, я думаю, это не повредит. Поэтому мы всем советуем дать читать пропа. И, кстати говоря, раз уж мы тут взяли за царя Салтана, перечтите, ебану. Это такая вещь, которую все помнят, типа в детстве, но редко какой взрослый человек читал ее на бумаге от начала до конца. Перечтите. Это действительно одно из прекраснейших пушкинских произведений. И, может быть, вы на это посмотрите с такими несколько свежим взглядом. Вот это вот все там в синем небе. Звезды блещут, в синем море волны плещут. Это действительно прекрасные совершенно стихи. И эта сказка, наполненная свежим ветром таких дальних пространств, там героев, европейские имена. Ну, царь Салтан, это, наверное, султан, Гвидон, это Гвида, это вот какие-то такие итальянские рыцарские сказки. Это действительно сюжет абсолютно архетипический, никаким своим элементом не выбивающимся из существующих сюжетных схем, но при этом такое ужасно свежее и обаятельное произведение. Поэтому мне никогда не казалось, что анализ мешает наслаждению. И Набоков тоже так не считал, он тоже считал, что, как он выражался, точность искусства и страсть чистой науки. Вот то сочетание, которое необходимо правильным читателям. Теперь самая сложная часть, это последний вопрос, и потом мы перейдем к вопросам из зала. А есть ли у нас сейчас какие-то подсказки для того, чтобы понять, а стоит ли нам надеяться на счастливый конец? Надо ли нам о нем думать вообще? Мы на каком этапе? А вот это я у вас и спрошу. Ну, собственно, да. Давайте зададим друг другой вопрос. Армен Арменович. Я должен начинать? Да. Смотрите, мне представляется... Давайте я отвечу на этот вопрос так. Я отвечу, в чем я вижу надежду. Так можно? Да. Считается? Уильям Голдинг написал свой второй роман «Наследники». Это очень интересная книга, и он написал ее в очень интересный момент в своей жизни. Он уже написал первый роман, который сделал его... Начал делать его знаменитым, но он еще не стал финансово настолько независимым, чтобы уволиться. И вот он продолжает работать в школе, в Солсбери, и он пишет свой... Да, в том самом Солсбери, и роман «Шпиль» Голдинга, собственно, про тот самый Шпиль. И вот он пишет этот второй роман, который называется «Наследники». Я не буду пересказывать эту книгу, содержание. Она повествует о первой встрече хомо-сапиенсов с неандертальцами, о первом столкновении одной группы хомо-сапиенсов с одной группой неандертальцев. Дальше вы прочитаете, если вас заинтересует. Те, кто не рискнет взяться за оригинал, она написана очень интересным языком, а на русский язык сделал потрясающий перевод Виктор Александрович Хинкес. И снова люди, вовлеченные в мир Улиса, наверняка эту фамилию неоднократно слышали. Тот самый человек, который начал работу по переводу Улиса, которую потом закончил Сергей Сергеевич Харужий. Так вот, в этом романе Голдинг до конца жизни называл его своим любимым произведением из всего, что он написал. И при этом он написал его всего за 29 дней. А между «Повелителем мух» и вот этой книгой он несколько раз принимался что-то писать, и у него все время не получалось. Потом он признавался, что я пытался писать о чем-то другом, и потом я бросил эти попытки, потому что в конце концов всю жизнь меня интересовала прежде всего одна тема взаимоотношения добра и зла и борьба добра и зла внутри человека. Он прошел Вторую мировую войну, он навидался всяких ужасов, и поэтому для него это был вопрос не праздный, а вопрос буквально из собственного опыта. И в этом романе есть совершенно удивительный эпизод, когда наш предок хомо сапиенс плывет на лодке по реке и он держит в руке нож и натачивает лезвие, потому что он собирается убить вожака в группы и сам стать вожаком. Он натачивает лезвие и тут его взгляд падает на рукоять. Рукоять слоновой кости, она необработанная. И он думает о том, что неплохо бы на этой рукояти сделать узор. И почему-то ему от этой мысли становится тепло и почему-то он думает рукоять важнее лезвия. Вот мне кажется, что каждый из нас не только испытания сном постоянно проходит, но на самом деле держит этот нож в руках. И иногда ты вынужден пользоваться лезвием, иногда ты пользуешься рукоятью, иногда тебе не оставляют выбора, чем пользоваться. Но так или иначе, мне кажется, что у нас всегда есть этот нож, в котором есть и лезвие, и рукоять. И как там Орел говорил, если надежда есть, то она в пролох. Вот в это я совсем не верю, но я верю в то, что если надежда есть, то надежда в победе рукояти над лезвием. Раз уж упомянули Голдинга, я опять же, как человек, занимающийся социальными науками, не могу не сказать, что в так называемой реальной жизни был эпизод, повторивший эксперимент, описанный в «Повелителе мух», группа мальчиков, школьников, оказалась с течением обстоятельств заброшена на некоторое время, на, по-моему, два месяца в, ну, не на необитаемом острове, но, в общем-то, на довольно тиком месте, пока их не нашли. Ничего подобного там, что описывает Голдинг, не произошло. Они образовали довольно эффективное сообщество, у них там была какая-то там спортивная площадка, даже какой-то госпиталь для заболевших, никого они не убили, не съели, там не установилось. А диктатуры, то, что называется, у антропологов, примитивная группа тоже не возникла. Ну, то есть, видимо, некоторое время они там побегали пользу между штанов на радостях, а потом поняли, что если они хотят выжить, то им надо кооперироваться. Так что люди не такие зверелые, как иногда принято о них думать. Педагоги часто бывают разочарованными людьми, особенно школьные педагоги. Это правда. А я, как, опять же, человек причастный к этой профессии, могу сказать, что да, может быть, в какой-то момент надо переходить к преподаванию в высшей школе. Это позволяет немного, ну, скажем так, не так утомляться, чуть лучше думать о человечестве. Так вот, возвращаясь к вопросу, на каком мы ноничь сюжетном этапе находимся. Я, конечно, должна сказать, что, наверное, в прошедшем году многим, не только мне, стало понятно, почему мы столько ходим вокруг Толкина, зачем мы его читаем столько лет в таких количествах, о чем это все было, что это все на самом деле значит. Да, это автор 2022 года. Значит, что у нас, что это называется, что уже успело случиться. Недостаток, недосдача, нападение дракона, изгнание. Это у нас уже было, да? То есть это уже, это уже произошло. Объединение светлых сил, ну, скажем так, некоторые признаки можно видеть. Определенного рода однозначность, хотя профессор не про однозначность. У него всегда даже победа того, что является является силами добра, приводит к увяданию этих самых сил добра. Это, собственно, финал «Властелина колец». Это тоже правда. Но некоторая определенность относительно того, где светло и где темно, что в какую сторону, это, пожалуй, да, это такой двусмысленный подарок прошедшего года. сюжет, который часто вспоминался, это сюжет второй эпохи, падение Номинора, люди, которые захотели слишком многого, захотели силой вырвать то, что им не положено из рук Владык Запада, и потом их всех утопили. Интересная история к вопросу о коллективной ответственности. Про это тоже мы в прошедшем году рассуждали. Что дает надежду? Надежду дает, я бы сказала, не конкретные события и не расчет на завтрашний день, а некоторое базовое знание об устройстве вещей. Есть вещи, которые происходят, а есть вещи, которые не происходят. Есть то, что неизбежно должно произойти, вопрос только в том, кто это увидит. Есть то, что произойти не может на длинной перспективе, хотя на перспективе короткой может казаться, что так оно и есть. Еще один из повторяющихся сюжетов вообще-то лутинистической вселенной это преждевременное отчаяние. Отчаяние, которое охватывает героя, которому кажется, что зло непобедимо и что оно уже победило на самом-то деле. Ну вот, трагический персонаж Властелина колец, это Данатор, наместник Гондарский, который смотрит в Палантир, там ему показывают значит, мордорскую пропаганду, эти бесчетные черные полчища, торжествующих орков, и он приходит к шимологическому выводу, что лучше умереть с честью пораньше, так сказать, быть достойным памяти предков, поэтому он и сам, ну, сам помирает и чуть не сжигает своего сына, которому на самом деле еще жить и жить и на хорошей девушке жениться. А это тоже поучительный, скажем так, эпизод, который заслуживает того, чтобы его перечесть. Тот момент, который часто вспоминался в 2022 году, это Фруда и Сэм. Уведомые голумам идут через бесконечные мордорские лестницы, через замок Киритунгол и рассуждают о том, как про них потом книжки написаны. И Сэм говорит, что мы сейчас на той странице, на которой дети просят, ой, давай не будем здесь читать, это слишком страшно. Да, дети наши потом скажут, давайте быстренько пролистаем их туда, уже туда, поближе к делу, поближе к концу, где все устраиваются, так сказать, хорошо. Кстати, Сэм возвращается в родной Шир типичным культурным героем с семенами, которые приносят плодородие, он приносит хорошую погоду и урожай, он восстанавливает порушенное, значит, порубленное. Кстати говоря, вот эта вот голова зачистка Шира, как можно ее перевести, заслуживает перечтения, в фильме этого нет, те несчастные, которые знают об источнике по фильму, хорошо сделают, если прочтут все-таки оригинал, вопреки обыкновенному сказочному сюжету, там герои не возвращаются в свой благополучный дом, чтобы отдыхать там от перенесенных трудов, для Фродо уже нет отдыха по эту сторону времени, он же тоже только может уйти на тот свет, потому что он ранен слишком сильно, и он говорит о том, что иногда надо спасать хорошие вещи не для себя, но все они, кто приходят, обнаруживают там с женщин поруху, обнаруживают, что там провели орки, им помогали их же соседи замечательные, которые подумали, что они сейчас на этом заработают, и вообще раз тут пришли такие большие люди, что же мы будем зря сопротивляться, от нас же ничего не зависит, ничего хорошего из этого не вышло, но потом, в общем, как-то долго надо все это восстанавливать, но что одними антропоморфными существами порушено, другими, может быть, и восстановлено, это тоже, скажем так, мораль, о которой не следует забывать. Я не знаю, Максим, если вы позволите... Минутку, потому что я хотел только что сказать, что я доволен, невероятно, что у нас прекрасный тайминг, мы ложились ровно минуту в минуту. Позволите нарушить наш прекрасный тайминг, вы... У нас есть минута, вы управляете временем. Смотрите, я просто хотел согласиться с тем, что говорила Екатерина Михайловна, мне много времени для этого не понадобится, и как раз закольцевать вот эту нашу часть беседы, потому что вначале я говорил о одной функции хэппи-энда, которая, мне кажется, важная, о том, что хэппи-энд наполняет жизнь светом и позволяет бороться с этой тьмой. А есть еще вторая, о которой я тогда не сказал, и это очень созвучно тому, что сейчас говорила Екатерина Михайловна, потому что, мне кажется, что вторая важная функция хэппи-энда, это как раз именно, что мордорская пропаганда, она всегда стремится, как и любое зло, всегда стремится убедить нас в том, что все было бессмысленно, ничего не получится, сопротивление бесполезно, и все напрасно. И раз уж мы заговорили о Повелителе мух, эта книга, которая, по сути дела, о борьбе добра и зла в человеческой природе, в ней есть замечательный эпизод, наверное, ключевой эпизод, когда Саймон, как раз мальчик самый странный и единственный мальчик на острове, который внутри себя вот этот свет очень твердо сохраняет, когда он приходит в чащу леса и, собственно, встречает там Повелителя мух, вот этот дух зла, эту страшную свиную голову на палке, вокруг которой роятся мухи, и вспомните, что вот этот дух зла говорит Саймону. Он говорит, тебе никто не поможет, ты совершенно один, сопротивление бесполезно, все бессмысленно. Потому что это тот соблазн, который живет в любых речах зла, убедить нас в том, что все, что мы делали, все, что мы делаем, все, что мы будем делать, не поможет в том, что это бессмысленно. И многим представляется, что счастливые концы, они несут в себе какую-то такую-то, какую-то псевдореальность, которой никогда не будет, и что они опьяняют. Но, на мой взгляд, как раз наоборот, опьяняет вот это хтоническое зло, которое пытается задурманить этими речами твой разум. И так всегда ведет себя зло. Если вы вспомните Мефистофель, один из его любимых рефренов, это у нас не получится, это не нужно даже пытаться. Горлум, вот вы говорили, когда он водит хоббитов по Мордору, там же огромное количество предложений звучит, и он всегда говорит, нет, сюда мы не пойдем, это у нас не получится, это тоже невозможно. Потому что это, собственно, именно то, в чем хочет убедить нас зло, что все было бессмысленно, есть бессмысленно и будет бессмысленно. А счастливые концы, вот те самые, о которых мы сегодня поговорили, они, как мне кажется, очень успешно этому противостоят. Спасибо большое. Обычно я хожу по залу и даю микрофон, но сегодня мы сделаем по-другому, потому что здесь особенности зала такие, и мы поставим микрофон здесь. Каждый, кто хочет задать вопрос, подходите и задавайте его. Это, по-моему, называлось период перестройки свободный микрофон. Свободный микрофон, да. Выстраиваетесь в очередь, соответственно. Я пока, как раз эта очередь будет выстраиваться, только скажу, что мы стараемся проводить регулярные мероприятия с разными спикерами, но чаще всего, кажется, мы все-таки проводим с Екатериной Михайловной. Ну, неправда, не только с собой. Алексей, сейчас приезжает. Много-много-много. Мы будем стараться проводить, мы такую себе планку поставили, два мероприятия в месяц. Если вы хотите быть в курсе, подписывайтесь на телеграм-канал Эхо, и там мы всегда будем закреплять. Вот следующее мероприятие у нас в Берлине, ну, то есть следующее у нас в Париже, но вот то, которое будет в Берлине, это мероприятие будет в Театре Вабе, и оно будет с Леонидом Гозманом, он будет говорить о том, почему люди любят диктаторов. Ну, а теперь давайте первый вопрос. Представляйтесь, пожалуйста. Отличный вопрос. Очень-очень хороший вопрос. Реактивное добро и проактивное зло. Ну, вы знаете, в классическом сказочном сюжете, как мы сказали, герой выходит из состояния покоя, потому что ему что-то не хватает, ему что-то отобрали. С другой стороны, герой приходит в лес, а не лес приходит герой. Герой идет и там теряется, или он идет туда специально, или он идет на охоту, и, значит, начинает там блуждать. То есть Баба-Яга не приходит к нему домой. Это он к ней, на самом деле, приперся, что-то ему от нее надо. С другой стороны, какой-нибудь условный дракон может нападать на селение, или какая-нибудь волшебная кобылица начинает топкать посевы, или птица начинает клевать яблоки. То есть тут, на самом деле, проактивность и реактивность, как мне кажется, достаточно равно распределена между злыми и добрыми персонажами, но это именно в сказках. В мифе, кстати говоря, чаще всего герои кого-нибудь завоевывают. А не то, что к ним, опять же, кто-нибудь приходит. Но очень часто вынуждено, Армен Арменович, вот как раз было замечено, что как будто бы он жил, жил бы себе, но вдруг что-то происходит плохое, зло так вмешивается в его жизнь, что он вынужден что-то хорошее делать. Так ли это? Вы хотели уточнить что-то, да? Проб, кстати, я не придерживаюсь той версии, что сказки – это какие-то упрощенные мифы, мифы переделанные для детей. Он считал это частью одного, скажем так, культурного бассейна, но он вообще исходил своей такой марксистской. Довольно парадигмой все это считал порождением хозяйственной жизни. То есть вот ритуалы необходимы для передачи опыта между межпоколениями, внутри племени. Они выражаются, он считал, что первоначально они выражались в каких-то танцах в масках, потом это стали пересказывать, потом это стали записывать. То есть вот таким образом происходила эта эволюция. Да, я в целом соглашусь с предыдущим оратором. Я только добавил бы, что, возможно, хороший герой менее инициативным выглядит в добрых историях, но потому что как-то все в порядке было, зачем было ломать, и как-то оно все работало. И если сказка начинается с недосдачи, то, соответственно, она начинается, как правило, с того, что что-то ломается. И хороший, добрый, правильный герой, он должен исправить то, что поломалось. А если, возможно, в этом тоже есть какой-то посыл из сказки и из мифа, что если все работает, то не трогай. А вторая мораль, которую нужно из этого извлечь, это зло всегда голодное, ему все время что-то надо. Добро равновесно. Оно живет у себя дома. Поэтому оно не лезнет никому. Оно живет у себя дома и самовоспроизводится. И самовоспроизводится, самообновляется посредством естественной цикличности. А вот зло, оно внутри пустое, ему нужно, чтобы ему приносили жертвы, ему нужно украсть чужую невесту, ему надо съесть какого-нибудь ребеночка. Это ему все время что-то не хватает. Следующий вопрос. Хороший вопрос. Спасибо. Я, честно говоря, в основном занимаюсь, что старее, то лучше, как было у Грибоедова. И мне представляется, что ответы на самые сложные вопросы можно искать в текстах, которые уже прошли испытания временем. Я совсем плохо знаком, к сожалению, с современной литературой, и я восхищаюсь усилиями тех людей, которые находят жемчужины среди огромного количества появляющихся книг. Потому что такие люди, как я, пользуются работой тех, кто был 50-100 лет до нас и прочитывал это же количество книг, выбирал что-то. Мне интереснее работать с такого рода книгами. И, безусловно, мне кажется, одной из главных книг современности роман «Воскресенье» Льва Толстого, потому что я нахожу там очень много созвучного и очень много горьких ответов на те вопросы, которыми все мы задаемся, но также определенную надежду. В прошлом году я его перечитывал, и это было очень созвучно тому, что происходит. Что люди будут читать после войны? Хороший вопрос. Я, честно, да. Смотрите, мне кажется, что, безусловно, война подхлестнула, мне кажется, ренессанс поэдии, потому что появляется огромное количество очень интересных, удивительных, как правило, очень болезненных стихотворений, посвященных войне. Это очень тяжело читать сегодня, но мне кажется, что в стихах будет заложено вот тот... Понимаете, тяжело говорить сейчас из какого-то после. Мне проще гораздо говорить о прошлом, чем о будущем, отвечая на ваш вопрос. Я это понял. Ну, например, сборник «Понятые свидетели», которые издали в Тель-Авиве Евгения и Лена Когана из издательства «Бабель», они издали уже несколько томов вот этого сборника, где собираются как раз стихи, посвященные войне, начавшейся 24 февраля, стихи, написанные на вот этой волне. И мне кажется, что пока я вижу, что это сохраняется в стихах. Может быть, вы что-то добавите? Да, давайте попробую. Я тоже не очень разбираюсь в современной литературе. Действительно, пока автор еще даже не умер. Все его произведения в некоторой степени черновики. Но нельзя было не заметить еще до 22-го года внезапный ренессанс поэзии. Я обратила на это внимание и подумала, что это нехорошо. Потому что, по крайней мере, в русской культуре, когда начинает вот этот родник живой крови бить из-под земли, это значит, что что-то такое происходит. И грибное лето к войне, а не грибное к голоду. Так сказать, выбирайте, что вам больше нравится. А начали люди писать стихи. Я это как-то заметила. В 22-м году действительно многие успешно пытались это собирать. Многие ролики выходят в ее террор. Регулярные сборники поэзии последнего времени вышла антология. Мне ее даже обещали прислать. То есть тут видно, как, так сказать, душа народная заговорила. Это правда. Я бы не очень тут рассчитывала на какие-то изменения форматов. От того, что там в Твиттере, Твиттер это платформа для ритуальных проклятий, ну хорошо. Это не очень меняет то, что люди на самом деле читают. Помните, много было разговоров некоторое время назад, что современного человека, attention span какой-то маленький, как у золотой рыбки, значит, 15 минут, клиповое сознание, помните, был такой термин, предполагалось, что все только будут какие-то маленькие формы потреблять, а потом он выяснил, что самые популярные романы – это семитонные эпопеи, а самые популярные фильмы – это сериалы, которые растягиваются на годы. То есть современный человек отлично имеет attention span, ничего с ним в этом отношении не случилось. Читать будут стихи и прозу. Прозу будут крупноформатную, так сказать, читать, потому что это свойство нашей цивилизации, и у нас роман – это жанр номер один. Так было не всегда. Опять же, Борхостя на это жаловался, говорил, что в 16 веке надо было героическую поэму написать для того, чтобы считаться настоящим автором. А в наше время меня все спрашивают, когда же вы роман напишете. Все, типа, ерундой занимаетесь. Когда же, наконец, перейдете к чему-то серьезному? Чехов, пока был молодой и не осознал природу своего таланта, тоже пытался написать какой-то роман и создал некоторое количество довольно диковатых произведений, которые сейчас никто не считает. Типа «Драма на охоте», «Цветы запоздалые». Вы, небось, и не знаете, и не читаете. Это я к тому, что не обязательно следовать духу времени. Он не так сильно меняется, как может показаться. Спасибо большое. Следующий вопрос. Я только скажу нашим спикерам, что чем короче ответить, тем больше будет вопросов. Это так. Просто... Да. Об активном женском персонаже, да? Вообще в фольклоре гендерные роли распределены своеобразно. Фольклор старше тех социальных форм, в которых он рассказывается. Проб об этом тоже, кстати, пишет, что царевна, вот невеста, невеста-герой, это совсем не дева в башне, которая ждет, чтобы ее спасли. Это богатырша, это колдунья, это соперница. Она вообще-то героя хочет убить. Ее надо победить. Иногда довольно грубые формы это принимает в фольклоре. Но, как это говорит кобылица в «Коньке-горбунке», «Коль сумел ты усидеть, то тебе мной и владеть». Вот кто сумел, тот молодец. Кто не сумел, там мозыч голову разобьет об дорогу. Поэтому здесь соотношение этих гендерных ролей, в общем, такое своеобразное. На самом деле нет ни одного сюжета, который не рассказывал в фольклоре и в женском, и в мужском варианте. На каждую золушку есть золушок, есть младший сын, которого тоже там не кормят, который сидит где-то в очаге, ковыряется, и который потом уходит из дома и возвращается в золоченой карете. И, соответственно, наоборот. Так что это все очень флюидно. В этом смысле тоже особенно грустно бывает слышать, как говорят, что вот, вы знаете, вот, опять же, в русском фольклоре, вот там какие-то герои не те, там на пищке сидит, щука за него все делает. Это выражает природную линию русского народа и прочая российская ахинея. Это, еще раз повторю, очень грустно и происходит от невежества, поскольку эти же сюжеты вы увидите в фольклорах практически всех народов. Гораздо поразительнее, конечно, почему на таких разных концах земли рассказывают до такой степени похожие в деталях, похожие сюжеты. Какой-нибудь там кот в сапогах, да? Очень часто встречается в фольклоре африканских стран. Там это кошка или серна, антилопа какой-то копытная, животное, и в каждом из этих сюжетов героя, значит, кидают в воду для того, чтобы приобрести красивую одежду. То есть его прячут где-нибудь за камнем, и дальше говорят, что он утонул для того, чтобы султан, царь, король поделился с ним одеждой, чтобы он мог предстать перед потенциальной невестой в таком своем приличном виде. Так что выводить свойства народа из тех сказок, которые вам показывали везде в спектр-телевизору, подождите. Не торопитесь, сначала прочитайте пропа, потом делайте выводы. А что касается, собственно, женских сказочных сюжетных ролей, то чаще, скажем так, даже такие, казалось бы, женские роли, как вот в сказке, которую братьев Гримм называется «Матушка-метелица», а у нас это «Морозка». Героиня идёт к волшебному сущну, помогает ему по хозяйству, и за это получает награды, выбивает перины, убирает дом у медведя, она тоже там что-нибудь ему делает хорошее, кашу ему варит. И это тоже существует замечательным образом в мужском варианте тоже. Герой приходит к условной бабе Еге, нужно её там стада пасти, кобылицу её стереть, чтобы они не разбежались, там ещё чего-то. Часто бывает у прибалтийских народов, там же всякие эстонские сказки, они такие тоже крестьянские, там вот герой получает несколько заданий, в конце какой-то, который кажется ему очень простым, типа корову подоить. И тут-то волшебный помощник ему говорит, «Э, вот это и есть, значит, вот это не службешка, а служба, и же корова, она там какая-то страшная очень корова, в общем, с ней просто так не справишься». Так что фольклор за абсолютное, я бы сказала, гендерное равенство. Да, я хотел только добавить о женском персонаже, которому подражали самые выдающиеся мужские. Мне кажется, этот сказочный персонаж – это Шахерезада, безусловно, потому что, во-первых, что интересно с этим персонажем, то, что если сказка должна чем-то закончиться, то сказка Шахерезады не должна заканчиваться, и счастливый конец её сказки заключается в том, чтобы конца не было. То есть женщина, в данном случае, рассказчица Шахерезада, выступает в роли человека, который должен постараться этот мир сделать квази-бесконечным. Ну, она показывает Султану трёх сыновей вообще в конце. Да, но конец наступает, во-первых, не скоро, а во-вторых, Борхес говорил, что целиком прочитать всё равно невозможно. Да-да-да, это книга, которую никто не мог прочитать целиком. Кстати говоря, по-моему, как раз Набоков наш дорогой, нашего другого любимого автора Пруста, сравнивал с такой пародильной Шахерезадой, которая рассказывает сказку, чтобы не умереть. Вот он, этот больной автор, в комнате обитой пробкой, из которой он уже не выходит, он из себя тянет эту нитку, пишет-пишет-пишет этот бесконечный роман, когда он остановится, он умрёт. Так что он такая тоже Шахерезада, а она же инсултан одновременно. Да. Следующий вопрос. Мне кажется, что вопрос к вам, Екатерина Михайловна. Спасибо вам большое. Значит, ну смотрите, что вам там предложено? МИД здорового человека, да? Ой, нам и МВД здорового человека, и Министерство обороны здорового человека тоже необходимо. У нас, по крайней мере, пока имеются в изобилии, только уровень курильщика. И функционируют они, прямо сказать, так себе. Значит, ну смотрите, начнём с плохого. С легитимностью у нас у всех действительно проблемы, потому что никто не может толком ответить на вопрос, кому мы представляем, кроме самих себя. В этом смысле у белорусской общины есть некоторое представительство. У Украины есть государство своё собственное. Я бы всем предложила задуматься над этим обстоятельством, и как-то понять, до какой степени плохо жить без своего государства, и какая-то, вообще говоря, полезная штука. Мы привыкли за последние годы, и большого искусства достигли, умение лавировать вокруг государства, избегать его, какие-то клоки шерсти с этой высшей степенью паршивой овцы добывать, потом размышлять, правильно ли было шерсти плохо, или таким образом на нас тоже перешла какая-то парша. Это предмет разумий многих и многих людей. Но давайте от этого отвлечёмся и представим себе, как замечательно и прекрасно, как полезно иметь государство, которое тебя не преследует, которое не является дисфункциональным или напрямую враждебным, а которое оказывает тебе услуги. Представляете, как здорово. Защищает вас, охраняет, пенсию платит, строит чего-нибудь, с приступностью борется, а не продуцирует её. Это замечательная штука. Поэтому я предлагаю, так сказать, эту картину мысленно построить, запомнить то ощущение, которое у нас в этот момент возникнет, и это ощущение сохранить его, запечатанную паночку, и пусть оно лежит. Потому что когда настанет момент нам применять наши знания и навыки на практике, то давайте будем про это, будем этим, так сказать, ощущением вдохновлять. Каким образом может быть преодолён недостаток легитимности? Начну ни голосованием, ни соревнованиям, ни измерением интенсацитируемости. Это не поможет. Легитимность возникнет из успешного действия. Это немножко совет из серии «Как стать богатым и здоровым?» «Не будь себе однобольным». Но я думаю, что наиболее правый и максимальный на своей инвестиции какую-то отдачу получат те, кто сейчас, кто в течение этого прошедшего года объединялись для каких-то действий сколь угодно склонных. Кто беженцам помогал, кто деньги собирал, кто участвовал в каких-то горизонтальных инициативах, кто вывозил людей, нуждающихся, так сказать, в вывозе, кто помогал релацированным обустроиться, кто занимался чем-то таким. Это опыт успешного совместного действия, который, во-первых, вызывает доверие, продуцирует доверие, совместное доверие. Из этого совместного доверия, собственно, происходит легитимность. Поэтому на вопрос «А ты кто такой?» вы сможете ответить «А я тут или мы те, кто сделал вот то-то, то-то и то-то?» Вот по этой причине. То есть, понимаете, это не добрые дела, как индульгенция. Простите меня за то, что я гражданин Российской Федерации, я пожертвовала, значит, 133 рубля на доброе дело. Дело не в этом. Это нельзя откупиться от общей судьбы, к сожалению, но... Или к счастью. Наверное, скорее к счастью. Но можно сказать, мы сумели построить работающую структуру. Мы сделали вот такую институцию. Наша институция произвела там генераторы, матрасы, школьные места для детей, психологическую помощь круглосуточную, наварили борща, помыли к струну из-под борща. Вот такие мы молодцы. Вот у нас есть сеть, сеть людей, которые знают друг друга, не потому что они друг друга читают в Фейсбуке и восхищаются красотой услуг, а потому что они вместе что-то делают. Вот на этом чего-то может нарасти. Понимаю, что он звучит не гламурно, неопределенно. Белый совет у Толкина, конечно, хорош был тем, что, как товарищ Сталин спрашивал про Папу Римского, сколько у него батальонов. У них были батальоны, какие-никакие, и они как-то умели там, как Галадриль с Долгулдуром, обрушивать стены крепости. Это здорово. А также у них были волшебные колечки, которые тоже умели разные штуки. Это тоже полезно. Но, то есть, как опять же говорит та же Галадриль, Фродо, знаете, не песнями именно стрелей и даже не луками наших стрелков. Мы тут охраняем арен. Это все, конечно, очень мило. Но есть у нас и другие средства. У нас нету волшебных помощников, пока не видать. Поэтому вот только так, только совместным действием. Дорогие друзья, я со страхом... Со страхом смотрю, как занимают очереди. Пожалуйста, больше не занимать. Да, потому что я соотношу... Я соотношу, но, в общем, да. Больше не занимайте, пожалуйста. Вы знаете, я лишь хочу в ответ на это только сказать. Мы живем в эпосе совершенно точно. И те люди, которые создавали эпос и создавали фольклор, жили в гораздо более зверских условиях среди постоянного насилия и перманентной войны. И жизнь их была, как говорил отец наш Гоббс, да? «Solitary, nasty, brutish and short». Короткая, гадкая, одинокая и короткая. Тем не менее, они создавали эти сюжеты, не убегая от своей действительности, а, скажем так, осмысливая ее. Поэтому сказки – это не произведения изнеженных народов. Совсем наоборот. Это, кстати, хороший вопрос. Так сказать, явление зла, как преодоление постмодернистского имморализма. Вот была постмодернистская эпоха, и все было как бы, а тут, опять же, эпос вернулся в нашу жизнь. Хорошо ли это? Нужно ли было его преодолевать? Нужно ли было обрекать такое количество людей на то, что они потеряли свои дома, убивать для того, чтобы кто-то повзрослел? Да, мы как-то и без этого были. Да, мне кажется, за счет того, что мы повзрослели, что такое количество украинцев было убито, такое количество людей стали беженцами, как-то, мне кажется, мы бы обошлись без этого взросления. Давайте как-то читать книжки и взрослеть на другом материале, пожалуйста, не на живых людях. Да. Спасибо. Кто это говорит? Не в церкви будет сказано. Тот, кого не кроще, мы помянем. Ну, опять же, как сказано в Сеймаре Леоне, искажение Мелькора есть часть музыки илуватора. Искажение есть часть замысла. Наверное, это необходимо для того, чтобы замысел проявил себя в полной мере. Оправдывает ли это совершающих зло? Нет, не оправдывает. В рамках той же схемы в ад попадут они и ссылаться на то, что, знаете, я был так сильно необходим. У Боргса есть на эту тему тоже рассказ, что вот Иуда был мессией на самом деле. Он-то пожертвовал собой для того, чтобы Христос смог воскреснуть. Не было бы предательства, не было бы казни, не было бы воскрешения. Как сказано в той же книге, должен соблазн прийти в мир, но горе тому, через кого соблазн придет в мир. Так что, как это, не надо. Этим на последующем процессе не оправдаемся. Не романтизируйте зло, в общем-то. И тогда мир захватит дельхины. Мне очень понравилась фраза о том, что у нас ближе обезьян никого не осталось. Это точно, это никто не про дракончика. И кто ж ты теперь будешь-то? Круглые сирота! Опять же, я немножко скажу потом. Конечно. Мы тут, так сказать, аккуратно ножкой залезаем на совершенно чужую научную область. Но насколько я понимаю выводы о драконках в этом отношении, кстати, Харари про это пишет в своей книге «Сапиенс», что действительно было много людских видов, но потом мы их всех съели, действительно, поубивали и съели, особенно неандертальцев. Мы предварительно с ними совпутнились, поэтому неандертальское наследие, оно продолжает жить в людях. Значит, что касается стремления убивать друг друга. Не совсем так это выглядит. Опять же, насколько я понимаю достижение науки в этой области, звучит это так. Сообщества людей, эволюционировавших людей, стали жить группами, и в группах уничтожались или изгонялись излишне агрессивные, потому что они всем мешали жить. Поощрялось взаимодействие сотрудничества-кооперация, потому что у нас родятся недоношенные детеныши, необходимо сотрудничество пары, а на самом деле более широкого круга родственников, чтобы наше потомство дорастить до минимального уровня социальной зрелости. Поэтому вот эти пресловутые альфа-самцы, которые, значит, наплодотворяют самку и уходят, не они выигрывают эволюционную гонку, потому что их дети не выживут. Выживут дети тех, кто останется при самке. Поэтому мы образуем устойчивые пары, поэтому мы образуем ненуклеарные семьи. И вообще считается, что первобытное сообщество людей держались сетью женской взаимопомощи. Мамы и бабушки, вот это вот сейчас называется традиционной русской однополой семьёй, это, на самом деле, судя по всему, действительно довольно древняя схема. Но одновременно мы с вами, мы сапиенсы, выработали вот эту двойную мораль. Внутри группы мы должны быть заботливыми, низкоагрессивными, эмпатичными, отзывчивыми и коммуницировать. Вне группы мы должны бояться чужих, отличать их, избегать и быть агрессивными, если понадобится. То есть мы всю свою мораль приберегаем для своих, а для чужих мы не можем себе её позволить. Вот по мере развития цивилизации круг этих своих всё время расширялся. Стало ясно, что в соседнем лесу тоже живут, в общем, такие же, в соседней деревне тоже вроде люди. Возникли такие институты, которые позволяют объединять большие группы. Например, религия, языки, деньги, торговля тоже позволяют объединять большие группы. Мы чужие, мы не из одного села, мы даже не родня, но я не буду тебя убивать и съедать, потому что мы находимся в отношениях обмена. Или мы верим в одного бога. Мы читали одну книжку, мы все смотрели сериал «Игра Плеснув», поэтому мы практически уже родные люди друг к другу. Вот так расширялся круг своих. Внутри круга своих мы очень хорошие. Тех, кто внутри круга своих плохие, общество наказывает и, в общем, уничтожает. Им не дают как-то размножаться, им не дают вот эту, так сказать, дарвиновскую премию не получать. То есть вся задача не в том, чтобы какую-то природу человеческую, понимаете, подавлять, потому что человек зверь под тонким слоем цивилизации и прочая фигня. Это все романтические сказки. Кстати, романтический миф базового проекта, что там какая-то дикость бродит вот под этой коркой. Не бродит там никакая дикость, там будет тот же конформизм на три метра вниз. Задача стоит в том, чтобы не давать активировать вот эту генагрессию к чужому. Поэтому, возвращаясь в мою родную политологию, с облегчением, вздохну и скажу то, что я точно знаю. Значит, когда начинается в социумах, в политических нациях, вот этот азеринг, конструирование чужого, разговоры о том, что какая у нас национальная идея, какая у нас национальная особенность, вот чем мы отличаемся от других. Это очень плохой признак. Значит, начинается конструирование другого. Зачем конструировать другого? Чтобы его убить. Вот тут все очень просто. Не для того, чтобы найти себя, не для того, чтобы обрести свои корни, для того, чтобы убить соседа. То есть поэтому вот это надо пресекать. Все остальное, опять же, торговлю, информационный обмен, поездки, академическое сотрудничество надо поощрять. Расширять группу своих, внутри группы своих, еще раз повторю, природа наша, против которой не попрешь, побуждает нас быть хорошими. Вы знаете, я бы, конечно, здесь не стал абсолютизировать. Мне кажется, что... Прочитайте обязательно роман «Наследники». Мне кажется, что это вопрос, собственно, о лезвии и рукояти. Прекрасный просветитель Илья Калмановский говорил, что и ксенофобия, ксенофобия, конечно, свойственна человеку как виду, но человеку свойственна и ксенофилия, любовь к чужому, любопытство к чужому, интерес узнать его и разобраться. И мне кажется, что каким-то образом лоббировать интересы рукояти, того, чтобы мы интересовались чужим, того, чтобы мы... Вот, чтобы среди нас было больше и больше тех, кто, как наши предки, занимался с неандертальцами любовью, а не уничтожал их, чем, безусловно, наши предки занимались гораздо более успешно, если посчитать, сколько у нас генома неандертальцев и сколько неандертальцев среди нас осталось. Вот рукоять. К счастью, у нас, кстати, есть регионы Российской Федерации, где ген неандертальцев очень ярко выражен, значит, там все будет. Правда? Да. Хорошо. Давайте я отвечу на первую часть, и вы на вторую. Я что-то посмотрела на этот интерьер, подумала, что, когда я диссертацию изучала на тему политические факторы законодательского процесса, думала ли я, что ко мне через 10 лет будут обращать такого рода вопросы? В церкви. В дикторе, Михаилович, страдания, ну зачем? Не вы будете сидеть в алтаре практически. Может ли так быть, что все это идет к плохому, несчастному, трагическому концу? Да, конечно. Легче ли нам от этой мысли? Помогает ли она нам приближать хороший конец? Нет, не помогает. Мне представляется, что я вообще сторонник, мой любимый философ Баканон, и когда я ехал Баканон из Сан-Лоренцо, когда я ехал из Варшавы, я захватил с собой 14 том его сочинений, и перечитывал в поэзе. 14 том его сочинений называется «Может ли человек, учитывая опыт предыдущих веков, рассчитывать на счастливое будущее человечества?» И прочитать 14 том сочинений Баканона из Сан-Лоренцо недолго, он состоит из одного слова и точки – нет. Поэтому, безусловно, такая философия, она существует, она по-своему оправдана. Это писал Курт Воннегут. Он писал это в соответствующих обстоятельствах. После Второй мировой войны, после тех ужасов, с которыми послевоенные поколения сталкивались. И, собственно, постмодернизм, о котором мы чуть раньше говорили, был ответом на вот это чудовищное переживание Второй мировой войны, как после этого жить. Однако мы видим, что пока человек каждый раз какие-то ответы находит. Наверное, тяжело эти ответы искать в тот момент, когда ты находишься то ли в 41-м году, то ли в 39-м, то ли в 42-м, уже непонятно в каком. Возможно, нам стоит дождаться 46-го, когда в 48-м году Кэмпбелл писал вот эту духоподъемную. Я, кстати, обратила внимание на эту дату, думаю, ему тоже бедным было нелегко. Да, и он заканчивает, собственно, тысячеликого героя пассажами о том, что человеку нужно отказаться от верности национальному флагу, от вот этих делений людей на нации, потому что мы таким образом никуда не придем. Мы все время будем приходить к тому, что мы будем пользоваться лезвием, потому что одна нация всегда будет оказываться более правильной, одна культура будет оказываться более велика и так далее. И вот в 48-м году он к этому выводу пришел, опередил свое время, пока идем, но, возможно, дойдем. Я тут могу прибавить, что помогает знание истории культуры. Конечно, с нами конкретно может случиться, что угодно плохое, никому день завтрашний не гарантирован. С нашими гражданскими нациями может тоже случиться много чего нехорошего. Наши земли могут быть разорены. Вполне может быть, что и будут. Но письменность останется, человечество не погибнет. Следующий автор, как написал Набоков, школьники будут скучать над историей наших потрясений. Школьники будут изучать наш исторический период, даже если, и особенно, если мы этого не увидим. Это как-то так немножечко успокаивает. Что касается индивидуального и коллективного страдания. Упоминали на Петра Михайловича Достоевского. Мы с Набоковым его не любим, поэтому идея очищения через страдания мне не близка. Я тут скорее верю Чехову, который писал, что несчастные, грубые, эгоистичные и хуже, чем кто-нибудь, могут понимать друг друга. Поэтому в тех местах, где собраны люди, страдающие от одинаковых причин, очень плохо всегда. И самые жестокие и дурные нравы это, судя по всему, действительно так. Я считаю, что человек рождён для благополучия. Его истинное лицо не проявляется в несчастье. Это очень распространённая иллюзия. Этим, кстати, люди утешаются. Вот зато мы увидели подлинных себя, чего мы стоим, чего другие стоят. Вот оно, настоящее лицо. Это не настоящее лицо. Человек является собой, когда он находится на, что называется, на пике своей творческой формы, когда он способен к совершению. Вот когда вы делать что-то можете, вот тогда вы являетесь собой. А когда вы с переломной ногой ковыляете, вы не являетесь собой. Вы являетесь человеком с переломной ногой. Это не есть ваша индивидуальность. Поэтому я понимаю, что это может быть даже труднее признать, поскольку это как бы обесценивает страдания, лишая его вот этой воспитующей функции. Знаменитый тезис о том, что что у нас не убивает, делает нас сильнее, принадлежит Ницше, тоже философу, немножко сомнительному, скажем так, и слегка причастному к рождению тех теорий, которые погубили большое количество народа. Что нас не убивает, делает нас инвалидом. Так что это как-то ближе, мне кажется, ближе к истине. Поэтому страдайте свое страдание, преодолевайте его, не любуйтесь им, не ставьте его себе в заслугу. Ах, я столько перестрадал, из-за этого я чего-то достоин. Вы молодец, если вы это преодолели. А что значит преодолеть этот период? Что значит пройти эту долину смертной тени? Значит, снова стать собой, тем собой, который способен, еще раз прошу прощения за примитивный максимум, на производительный труд. Можете делать что-то полезное, пирог испечь, лекцию прочитать, книжку написать, пол подмести. Вот вы молодец, вот этим гордитесь. А тем, что до этого вам было очень плохо, да, внутри вы поставите это себе в заслуги. Вот какой я был несчастный, но я все равно теперь чего-то могу. Но не раньше, скажем так. И еще так, гарантирует ли это что-нибудь? Конечно, нет. Но если не выбирать этот путь, то совершенно точно нет. Так, тут как бы Маргарита с надеждой посмотрела на очередь, которая продолжается из камина, так сказать, редеет ли она? Как-то вот еще пара брукенских гуляк, такие еще там, какие-то вампиры. Сколько у нас осталось? Четыре вопроса. Хорошо, четыре вопроса мы возьмем. Возьмем? Нет, 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 по одному, по одному, по одному. Слушайте, это уже никак, это нечестно. Объедините их в один. Мне кажется, что это очень даже важно, потому что я сразу вспоминаю сказку о Синдбаде-Мореходе. Мы ее представляем себе как такую совершенно замечательную романтическую историю. Вместе с тем, в сказке о Синдбаде-Мореходе есть чудесный эпизод, когда Синдбад-Мореход оказывается под землей в пещере и ему для того, чтобы там выжить, когда туда скидывают других пленников, он заранее готовится, он находит там какие-то скелеты предыдущих пленников, берцовую кость у этих скелетов отбивает и когда сбрасывают новых пленников, он убивает этих пленников и, значит, за счет этого выживает. Нужна ли нам такая победа добра над злом, такая победа Синдбада над судьбой? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что если цель оправдывает средства, то средства характеризуют цель до известной степени. Попробуйте африканские сказки прочитать. Там вы обнаружите чудового героя Трикстера, иногда он шакал, иногда лиса, иногда кто-нибудь еще. В японских сказках существует прекрасный персонаж Тануки, который нам известен как такой добродушный енотик, в честь него называли сети ресторанов японской кухни. На самом деле, Тануки это довольно чудовищное существо, которое обманывает людей и, в общем, в основном съедает их. Но он тоже такой герой-победитель. И так что мы немножко затронули в самом начале эту тему. Нет ничего более, скажем так, ограниченного, чем выводить свойства какого-то народа из его партлёрных сюжетов, потому что нет ни одного сюжета, который принадлежал бы специфически какому-то народу. А русские сказки героические, это сказки всеобщеевропейские, которые во многом наследуют европейскому рыцарскому эпосу. Русские сказки про животных, лиса и волк, мёрзний-мёрзний волчий хвост, это сказки скандинавские. Это нам занесли наши братья-вареги и вот они, собственно говоря, видимо, это всё и рассказывали. Как не возможно это слышать. Ухо патриота, ничего оригинального мы там не найдём. И щуки волшебные, и всякие достающиеся герои царевны, и да, обман и поглок, всё это существует совершенно у всех народов. В сказках мораль выглядит своеобразно, прямо надо сказать. Вот аргонавты, да, герой отправляется в далёкое царство за сокровищем. Вот наш с вами базовый сюжет за этой самой шкурой. Да, он выполняет задание царя-колдуна, но потом он его обманывает. Дочь царя-колдуна убивает своего маленького брата, расчленяет его на части, раскидывает часть его тела для того, чтобы задержать погону. Это вариант того сюжета, когда герои бегут, это почти в любых сказках бывает, и кидают что-то за плечо. Кинули расчёску вырос лес, кинули камень там гора, кинули что-то там озеро, таким образом задерживается персонаж. у меня в чём дело. Герой сказки прав не столько потому, что он добродетелен, а потому, что он представляет вот это царство нормы и в него возвращаются. Он должен с сокровищем вернуться к себе, к своему племени, в свою деревню. Вот в этом его, скажем так, правота. Он представляет изначальную норму. А дальше, по мере, так сказать, у кого какая фантазия, изливы этого сюжета могут действительно не совпадать с нашими нынешними представлениями о нравственном и безнравственном. Поверьте, если вы думаете, что ваш ребёнок, наслушавшись этого, будет, не знаю, там, убивать медведей, как только их встретит, обижать старушек или запихивать их в печку, как жихарка, на лопате, то не думайте так. Дети совершенно не так примитивно мыслят, они не подражают напрямую сказочным сюжетам. Ребёнок увидит вот эту вот нужную динамику победы добра над злом. Именно это будет им воспринято. Есть всякие тревожные родители, которые думают, что вот сейчас он это услышит, это грубое, это что-то такое вот, какое-то, понимаете, лихтоническое, и ребёночек потом будет неправильно жить. Всё с ним будет хорошо, не волнуйтесь. Ну, вы знаете, к счастью, мировая культура настолько разнообразна, что можно найти примеры того, что вас устроит по всем параметрам. Например, я очень рекомендую мультики Миядзаки. Я недавно пересматривал Порко Россо. Мультик, где все только темой занимаются, что летают на боевых самолётах и стреляют друг в друга, но никто никого не убивает. Они все не способны на убийство. Довольно милитаристские. Даже не сюжет милитаристский, а сама, так сказать, вселенная. Сеттинг, сеттинг милитаристский. Мы были авиатором, да. Но при этом насколько сказочная светлая история. Или ходячий замок. Да. А унесённые призраками, а ветер крепчает, последний на данный момент, его музыка вообще чудесная. ребёнок увидит, как нехорошо объедаться до складной едой. Да, там как раз прям вся, вся сказочная схема. В общем, в следующий раз по Миядзаке встречаемся. Хорошо. Принцессу Мононоти не вспомнили, даже обидно. А, там экологический сюжет. Там, между прочим, как раз из леса выходит тоже какая-то яркая бухтунь, потом оказывается, что она хорошая, на самом деле. мне кажется, что, к сожалению, так устроено, что катастрофа всегда ведёт к определённому подъёму в искусстве, но и одного, и другого, и жизнеутверждающих текстов, и текстов совершенно беспросветно болезненных, потому что вот мы говорили о том, какие жизнеутверждающие и живительные произведения появляются после Второй мировой войны, хотя, казалось бы, но параллельно с этим работает, например, Сэмюэль Беккет и создаёт одни из самых страшных, мрачных, абсурдных текстов XX века, например, роман «Вот», который во многом по мотивам вот этих событий, того, как сам Беккет переживал Вторую мировую войну, написан. В общем, ещё раз, как в прошлый раз я говорил, искусство мировое разнообразное, можно найти и то, и другое. А чего нам следует ожидать? Сложный вопрос. Я думаю, что, опять-таки, ожидать и таких текстов, и других тоже. Главное, чтобы в том будущем, которого мы все очень ждём, была возможность идти и другие тексты публиковать, чтобы они свободно могли циркулировать. И главное, как говорит Екатерина Михайловна, чтобы сохранилась письменность, потому что, в конце концов, тот же самый эпосы Гильгамеша, который сегодня упоминали, несколько тысяч лет пролежал под землёй, он был забыт, он был неизвестен, а потом оказалось, что вот у нас теперь есть эпосы Гильгамеша. И Марсель Пруст, когда пишет «Поиски утраченного времени», фактически повторяет сюжет эпоса Гильгамеша, сам об этом не зная, почему это предмет отдельного разговора, если мы будем как-нибудь про Пруст говорить тогда, можно будет. И таким образом этот текст не просто пережил несколько тысяч лет, а дошёл до нас. И всё почему? Потому что был записан. Нужно всё, как Михаил Шишкин писал, то, что записано, то и останется. И нас откопают тоже. Благодарю Достоевскому переходим к следующему вопросу сразу. Спасибо. Вы знаете, мне кажется, что это очень взрослая мысль, потому что об этом Толкин писал, что как раз нам очень хочется, чтобы всех в конце простили, потому что, когда дети смотрят, например, «Синюю птицу», он цитировал, кажется, Честертона. Честертон рассказывал, что когда он с детьми ходил на спектакли, они смотрели «Синюю птицу», дети были недовольны, потому что они говорили, но ведь кошка была плохая, а собака была хорошая, а герои об этом так и не узнали, почему справедливость не восстановлена, почему кошка не наказана, собака не вознаграждена. А нам, взрослым, так как мы сами греховные, нам очень хочется, чтобы зло как-то простили, потому что, может быть, не знаю, Саурона там на общественные работы отправить на какое-то время, что-нибудь он может выковать, например, в кузницу, на общественные работы ему. И... Источник, это другое. То есть, те, кто зародил, это другое. Источник вируса, это нужно отдельно. Хорошо. Только орков. Хорошо. В общем, да, очень взрослая мысль, потому что, естественно, зло живет в каждом из нас, и чем старше мы становимся, тем, мне кажется, ярче мы понимаем, что оно в нас есть. И нам, конечно, хочется, чтобы эту злую, недобрую сторону нас простили и не наказывали, отправили хотя бы на общественные работы. Может быть. Опять же, как в царе Салтане, да? Царь для радости такой отпустил всех трех домой. Это правда. Действительно, соглашусь с предыдущим оратором. Знаете, профессор сколько мучился с природой орков. Первоначально же они, так сказать, порченные эльфы, потом он там поперек листа в одном из поздних своих черновиков пишет, нет, это неправда, орки не из эльфов, а может они из людей, а может не из людей. То есть явно он думал, способно ли зло сотворить целый народ. Это вроде как только Эл, ведомо, да? Даже Ауле, там, когда создавал, его поругали, потому что нельзя. Нельзя делать себе красивых кукол для того, чтобы с ними развлекаться. Но их, поскольку намерение у него было доброе, то творить ему их оживью. А тут вдруг Моргат, исказитель целый себе, создал народ. Значит, он не мог создать, мог только исказить. А если исказить, значит, можно вернуть их каким-то образом обратно к их первоначальности. Я обращаю внимание, поскольку еще вот один источник моих знаний о современной, так сказать, популярной философии, это большие полнометражные мультфильмы, я обратила внимание, как последние годы сюжет стал состоять в том, что герой или чаще героиня идет побеждать какое-то зло, а потом сталкивается с ним и выясняется, что это не такое уж зло, и надо с ним просто поговорить. Оно в сущности хорошее. Мана, например, кто смотрел мультик, да? Когда оказывается, что Тафити, которой надо вернуть сердце, и вот эта вот разрушительная женщина из лавы, которая мешает вернуть сердце, это, в общем, одна и та же, просто, там, опять же, у него украли ценные предметы, она злая стала. А так, на самом деле, она зеленая и ветвистая, а вовсе не черная и морщинистая. То же самое в Фроузен 2. Тоже злые силы оказываются никакими не злыми силами. Как приручить драконов, все три части тоже про это. Боремся с, значит, драконами, а потом оказывается, что надо жить с ними в симбиотическом союзе. Недавно был мультик красивый-красивый про такую морскую цивилизацию, где все сражаются с морскими чудовищами, как-то называется. Сейчас забыла. Не морская пыль? Да, да, да. Сома в Водосей. Красивый-прекрасивый мультик, как-то минутка рекламы. Посмотрите, нынче рисуют невероятно хорошо. И опять же, во всех фильмах, которые приходят смотреть, самая лучшая часть костюмерная. Вот визуальная сторона великолепная. С сюжетами сложнее. Но, тем не менее, сюжет такой же. Цивилизация, ну, таких китобоев некоторых. Потом выясняется, что на этих китов натравливали их тиранические правители для того, чтобы, там, не знаю, для чего, но, видимо, для консолидации власти, как обычно. А на самом деле, надо с этой чудо-юдой, этой рыбой дружиться. Ну, кстати, чудо-юдо-рыба-кит, да? Тот же сюжет, весьма фольклорный. Герой идет и по дороге собирает жалобы разных существ. Ты идешь там туда-то, спроси, почему я дерево, мои корни там грызет мышь. Спроси, почему я не могу выйти замуж. Спроси, почему, сколько мне мучиться вот с этими кораблями на спине. Говорит, чудо-юдо. И герой им всем рассказывает. И тем самым он им помогает. Так что, с одной стороны, отрицание зла и представление о том, что у него просто детская травма, давайте с ним поговорим, немножко опасно, аккуратно скажем. В некоторой ситуации приходится к полгу. Извините, ну вот, да, бывает, не надо до этого доводить. Это плохая ситуация, но иногда приходится. Но нельзя абсолютизировать этот принцип. Действительно, если все хорошие люди убьют всех плохих людей, мы не останемся с одними хорошими людьми, мы останемся, так сказать, социумом убийц. Это не очень здорово. Последний вопрос. Очень хороший вопрос. Хорошо. Давайте вы... Давайте вы. Хорошо. Давайте я, а вы добавите, если сочтете нужно. Действительно, вопрос замечательный. В фольклорных сюжетах довольно часто бывает, что зло заимствует чужую одежду, чужое лицо, чужую красоту, вообще чужую добродетель, и тем самым производит впечатление, тем самым обманывает. Злой царь-тиран требует жертвы для того, чтобы питаться молодой кровью и продлевать свой заемный век. Сюжет, условно, в этом портрет Адриана Грея тоже восходит к фольклору. Саурон постепенно лишается возможности приобретать красивый облик, но до этого у него такая возможность была, и он ходил по миру и соблазнял народы, называясь анатаром, владыкой даров. Сейчас я вас научу, сейчас я вам покажу, мы вместе, как он затирал эльфам во вторую эпоху, мы извечем рано Средиземья. Вот смотрите, тут у нас война сколько всего вынесла, давайте мы сделаем опять все хорошо и красиво. Вот это его заемные одежды, это его маска. У зла действительно нет собственной сущности, поэтому она все время рядится в чужие одежды, все время обманывает. Наверное, крошку Цахиса надо еще сказать. хорошая тоже сказочка, замечательная. Опять же, крошка Цахис, все, все начинается. Добрая фея дает ему эту возможность, потому что он такой несчастненький, потому что у него бедная мама, которая ходит, собирает, значит, хворост в лесу. И поэтому фея гладит его по голове и говорит, сейчас у тебя будут прекрасные волосы, и все, что вокруг тебя происходит хорошее, будет приписываться тебе. И он вырастает в чудовище. Потом она соображает, что она наделала, и вместо этого дает его маме другой подарок. Помните, кто до конца дочитал? Она начинает, она торгует луком, и та ей говорит, что у тебя будут самые прекрасные сладкие луковицы. И она ходит с этим луком и становится, так сказать, поставщиком герцогского двора, и наконец-то приобретает область о благополучии, которое ей необходимо, а не власть над умами, и не вот это вот все. Значит, все это безобразие, которое случалось там до этого. Очень, кстати, хорошая эта гофоновская сказка, там два волшебника, там есть эта легкомысленная фея но у него немножко мозгов не хватает. И есть постарше волшебник. Там есть замечательная сцена, когда они сходятся друг с другом, как бы пьют кофе, и показывают, на что они способны. Замечательный, действительно, эпизод. Я все думаю, кто-нибудь экранизировал это или нет, потому что это было бы так красиво, когда она наливает кофе и льется неостановимо это кофе, она не может перестать. Это, кстати, тоже очень партлёрная сцена, когда герой сражается с колдуном, он превращается в птицу, тот превращается в птицу побольше, этот в курицу, и вот так они, так сказать, конкурируют друг с другом. Так вот, опять же, начиная пересказывать сюжеты, трудно остановиться. Дошли ли мы до того момента, когда в ужасе, в изумлении, в отвращении люди смотрят и говорят, боже, это вот это вот, вот на это мы молились, вот эта чучелка соломенная, мне кажется, где-то в подходе. Это трудный процесс, потому что людям кажется, что тем самым бесценивается всё их прошлое. Раз мы поставили себе, так сказать, идола, владыку и себе цареубийцу, мы нарекли, то, значит, все те годы, которые мы этому идолу поклонялись, они выкинуты. Поэтому лучше я буду держаться за остатки своих иллюзий, для того, чтобы не оказалось, что моя жизнь прожита зря. Но само это цепляние говорит нам о том, что на этом портрете Дариана Грея проступает эта жуткая рожа. Заёмная молодость, вот эта вот восковая личина, масочка, она начинает трескаться и распадаться. Мне кажется, что и в неуспехах пропаганды, и вот в том, опять же, я не люблю этот физиономический аргумент, красота в глазусмотрящего, и родство в нём же. Но вот это вот нечто проступающее на лицах тех, кто вынужден вести эту страшную службу, преждевременная старость, какая-то неантропоморфность, нечто такое не совсем живое, мне кажется, признаками наступления тому же самого. Понимаете, как эта ложная мудрость мерцает и клеит пред солнцем бессмертным ума, это всё действительно рассыпается при свете дня. В конце, в финале Алисы в Стране чудес, когда там королева червей всем грозит отрубить головы, и она такая, значит, страшная, и раздаёт эти смертные приговоры. Суд они устраивают, да? Sentence first verdict after words. Приговор сначала, обоснование потом. Тоже хорошее изображение правосудия. Но Алиса начинает расти. Она начинает неудержимо расти. Она возвращается к своему истинному росту. И чем дальше, тем больше она понимает, среди кого она находится. И они начинают судорожно выдумывать новые законы, для того, чтобы, значит, там король говорит, запрещено находиться в зале лица выше там 10 пунктов ростов. Она говорит, вы это придумали только что. Неправда, это самый старый закон в книге. Она говорит, если это самый старый, он должен быть номер один. И вот она вырастает, и Таи говорит, off with her hand, отрубите ей голову. И вот это последняя фраза, собственно говоря, этой сказки. Who cares for you? You are nothing but a pack of cards. Да кому до вас дело? Вы всего-навсего колода карт. И они взлетают в воздух, и она просыпается. Вот, собственно говоря, конец путешествия героя. Дай Бог дожить до этого момента. Невозможно не подхватить подачу с Алисой Екатерины Михайловны в приглашении на казнь Набокова, чей финал очень перекликается с финалом Алисы. Ценцинат, которого приводят, чтобы ему отрубили голову, чтобы его казнили, он внезапно сходит с этой сцены и понимает, что все это начинает кружиться, вертеться. Вот прям этот эффект верчения, как в Алисе, где карты как будто воздухом подхватывают, и они крутятся. И вся эта сцена, все эти нелепые декорации, в которых ценцинаты должны были казнить, это все начинает разваливаться. Но это все происходит не на пустом месте. Потому что, если внимательно читать этот роман Набокова, там все время существует параллельный ценцинат. И все время, пока ценцинат претерпевает все эти издевательства в тюрьме, когда он вынужден общаться со всеми этими людьми, похожими на отставных актеров, которые еще и очень плохо играют свои роли, все время внутри него живет параллельный ценцинат, который их не слушает, который встает и выходит, который протестует. И если в достаточном количестве людей, но прежде всего давайте отвечать за самих себя, если в нас будет этот параллельный ценцинат, и будет не только в тот момент, когда нужно сойти со сцены, а в каждый момент, то потом в конце, возможно, удастся от этого приглашения на казнь отказаться. Спасибо большое, что вы пришли. Спасибо большое Гипсиманской церкви, которая нас приютила. Я не знаю, как вам, мне безумно понравилось. Я все время смотрел на канцлерову ложу и думал, как оттуда видно нас. Но вас видно отсюда замечательно. Правда, это потрясающее ощущение. Видеть этот второй ярус, этот балкон. Спасибо всем. Давайте скажем честно, что мы чуть-чуть перебрали по времени, поэтому нам с вами... Поэтому сейчас придет сторож. Да, поэтому я понимаю, что будет какое-то количество книг, которые нужно будет подписать. А может быть, не будет. Зачем вы подписываете? Ну вот, да. Надеемся, что будет их поменьше, чем обычно. Но у нас как-то так следят спикеры прекрасно, что каждый к своему спикеру может подойти.